Кстати, нашла способ, как это делать быстрее, смотрите. Какие красавцы. Аня говорит, я подарок маме. Я подарок. Давай, покажи, покажи, что там за подарок. Конечно же, мы сегодня не оставим без цветов нашу бабушку. Я так и думала, что все дело в косах. И честно, я тоже была как-то представляла. Я вообще не хочу даже представлять и думать о том, что его может что-то заставить страдать. Ну что, всем доброе утро, мои хорошие. Сегодня мы с вами будем снимать наши костички. Смотреть, что с нашими волосами, как они себя чувствуют, какие пушистые они будут. Я наконец-таки помою голову нормально. И так как мне скоро вырывать зуб, вы, наверное, помните, да, это будет, наверное, уже в следующем влоге. В этом влоге у нас вот прям вот займемся волосами. И на самом деле я сейчас проснулась, вот сделала себе кофеечку. И честно, я каждый раз любуюсь собой в зеркале. Мне очень нравится сочетание этих цветов. И нравится то, что ты встаешь и уже вот красивая с длинными волосами. Я очень соскучилась за длинными волосами. Для меня это отличная, бюджетная и безболезненная, самая безболезненная процедура по увеличению длины волос. Да, удлинению длины волос. Вот, поэтому я сейчас даже смотрю такая в зеркало и думаю, да, я подустала уже в них. Ну, потому что делала себе 4 пачки. Я в следующий раз буду делать 3. Я уже купила вот такого цвета еще 2 пачки. И максимум, если я добавлю, там несколько прядей белых, ну, для вот такого эффекта. Мне нравится этот вот интересный эффект такой был. В общем, сейчас я пью кофе, и мы с вами идем снимать косички. Посмотрим, сколько времени займет у нас снятие, легко ли это снимать. И потом вместе с вами почувствуем свободу и легкость. Вернусь к своим волосам. Скажете, все же как лучше. С косичками или без? Так, ну что, мои хорошие, давайте начнем. Свет у нас вроде нормальный, прекрасный. Вообще, мне интересно, мне вообще очень хочется уже их снять, честно. Вот уже пришло то время, до этого прям нет, нет еще, а сейчас вот прям вот все, я ничего делать не могу, хочу снять. Пришло время, да. Красоту свою вот эту снять. Посмотрите на меня в последний раз. Я буду скучать, но я недолго похожу, я снова сделаю их, очень мне нравится, это прям круто. Встал и все. Так, теперь давайте разделим, это вот мой пробор здесь. И начнем снимать. Посмотрим, насколько вообще быстро все это. Вот сейчас я время засеку. 16 минут. 12-16. Ну вот, давайте начнем. Заплетали очень непростые. Мне надо сейчас делить будет, кстати, светлые. В одну сторону, а темные в другую. Так. В принципе, достаточно просто, как видите. Раз, да? Так, а темные сюда буду ложить. Можно еще использовать вот эти вот все штуки. Я рада. Светлые. Темные. Как бы ускорить этот процесс, я не знаю. Сниму все и вернусь вам. Скажу, сколько времени это заняло. Вот без перерыва буду стоять вот так все делаю и снимать. Кстати, нашла способ, как это делать быстрее. Смотрите. У меня, ну, волосы специально, да, я так делала. Я их переворачиваю, да? И если их не тратить время на раскладывание, я, смотрите, как беру... Ой, нет, не здесь. Здесь вот так. Вот. Просто беру вот так. Да что ж такое? Нет, перевернуть надо. Вот, переворачиваю, да? Моменты, где хватает. Да что ж такое-то? Не здесь. Короче, вот здесь покажу. Беру вот так. Переворачиваю. И просто вот так. Раз, одну за одной. Два. Три. Четыре. Пять. Ну, поняли, да? Потом раскладываю их. Достаточно быстро. Так, ну что? Сейчас время 12.45. А в 12.16 мы начали. В общем, ровно полчаса я просто снимала косички и распределила их на темный и светлый. Полчаса мне это заняло. Единственное, что я переживаю, смотрите, видите, какие-то моменты вот здесь ломаются все-таки волосы, и вот они здесь торчат. Ну, посмотрим, насколько их сильно будет видно потом. Это, конечно, вот, ну, когда волосы в косичках, и постоянно, как бы, ты их там до в хвост, то, то, сё, дергаешь. Конечно, они, наверное, я думаю, где-то здесь обламываются. Вот что в косичках у меня. Кстати, вот так просто косички заплетать, и вот продолжать, да? Тоже классненько. В общем, вот что у меня. Такой немного шухер на голове, да? И давайте теперь мы будем расплетать. Вот здесь, от того, что тоненькие одноразовые резинки, можно их просто вот так рвать, и всё. Так будет проще, нежели мы их будем снимать. Так, ещё пять минут я потратила на то, чтобы расплести их волосы. Они такие у корней прям жирные такие, знаете, прям даже запах какой-то странный появился. Срочно мыть. В общем, вот моя прочесня. Как вам с такими кудрями? Можно так, знаете, на ночь заплести, а утром расплести. Вот такие будут кудряшки. Вот тебе и афрокудри, да, по-моему? Только короткие, не длинные. В общем, всё, девочки, я хочу скорее помыть голову. Это вообще, это моя вообще-вообще мечта. Последние сутки, да. Вот. В общем, всё распределила, всё. Или походить так, может так видосик снять какой-нибудь. Не, ну видно, что волосы грязные. Даже если сейчас с сухим шампунем их взбрызнуть, да, для видео, они уже такие тяжёлые прям, знаете, как будто, я не знаю. Но в следующий раз, когда я буду делать косички со своими волосами, да, вот они. Вот с таким цветом. Я, девочки, буду с ними уже мыть. В следующий раз мы будем мыть с косичками. И посмотрим, как это, как это будет. Ещё мне нравится, что эти косички особо не путаются. Их просто вот сложил в три раза и вот так вот убрал. Сейчас я вам, кстати, покажу. Я нашла магазинчик у нас в Ростове, вот. И купила, как видите, ещё две пачки, да. То есть в следующий раз я буду делать только три пачки вот этих тёмных. Вот. Ну, может, ещё посветлее куплю. И, наконец-таки, купила специальный крючок. Видите, он вот с такой штучкой. То есть продеваешь вот так вот его, вот так продеваешь, засовываешь, потом закладываешь и протягиваешь. Ну, короче, специально. Он стоит всего лишь 40 рублей. Такой симпатичный. Он не застёгивается, он просто вот прикольно так сделан. Так что у меня теперь всё есть для делания косы. Так, ну что, мои хорошие, я искупала, слава богу. Такая лёгкость. Класс. Если говорить про количество волос, которое из меня выпало, это, ну, из моих волос, из моей головы, было их в два раза больше. Но сразу скажу, как я к этому отношусь. Нормально, что их выпало в два раза больше. Даже если их в три раза больше бы выпало, чем обычно при мытье головы, да, вылезло. Я бы относилась к этому нормально. Объясню, почему. Может, я неправильно мыслю, вы меня поправьте. Во-первых, каждый раз, когда мы моем голову, у нас каждый раз вылазит какое-то количество волос. Правильно? Ну, как бы у кого-то больше, у кого-то меньше. Но мы знаем свою норму, да. И это нормально, когда в день там на расческе остаётся какое-то количество волос. Когда мы расчесываем волосы постоянно, да, то есть тоже волосы травмируются, нет-нет, сухие ломаются и тоже выпадают. И если я ходила с косичками, сейчас даже посмотрю точно, сколько времени я проходила, сколько дней, за это время я бы помыла голову два раза, как минимум два раза. Соответственно, у меня бы уже выпали волосы. С первого мытья вылезли, со второго мытья вылезли. Плюс сколько бы поломалось ещё волос, пока я их расчесывала, там что-нибудь заплетала, что-то делала. Поэтому здесь они были в косе, они никак не подвергались никаким мытьям и расчесываниям. Соответственно, волосы там ломались, может быть, да, или там выпадали самостоятельно уже. И, конечно, все они в косичке сохранялись. И когда я расплела, естественно, всё это разом вылезло. Я думаю, чем дольше ходить, тем больше волос вылезет. Возможно, сразу это кажется ужасом-ужасом, но на этот момент я отношусь нормально. Как бы для меня норма, я не думала, что будет как-то по-другому. Не так много волос вылезло, да, просто где-то в два раза больше, чем обычно. Вот, сейчас посушусь, уложусь, и посмотрим, как будут торчать, ну, обломанные, вот, когда вы видели, да, я расплетала в косичках. Здесь вот так вот всё у меня было запутано. И мне интересно, короткие волосы будут торчать или нет? Мамочка! А? Успался мелочь. Мелочка уже наелась, да. Так, ну что, мои крошки, посушила волосы. Немножко вижу, всё-таки пообрывались волосинки у меня вот здесь, да, и такие закругляшки вот такие. Но немножко совершенно торчит вот здесь вот такие коротенькие. Ну, я думаю, что маслицем примаскиваю. Конечно, если часто делать много косички, да, всё время, и ещё делать их, может быть, вот так некачественно, как я, может, если мастер закрепит хорошо, да, эти косички затянет, может, оно не так будет, да. Я пока их ещё вставляла, как бы, тоже делала, это всё делала неаккуратно. Может, если аккуратнее делать, будет не так, да, но я думаю, что если часто, то, возможно, ну, как бы, прямо долго ходить, и, возможно, на волосах можно будет увидеть не очень хороший результат после всего этого. Короче, всё делать в меру и будет замечательно. Но я хочу себе сделать ещё тёмный потом. Пока похожу, отдохну так. Так, решила сделать новый рецептчик. Вот с такими вот пончиками. Здесь очень простой рецепт. Вот, мука пшеничная 125 грамм, сахар 50 грамм, яйцо 50 грамм одна штука, разрыхлитель, соль, сливки 10 грамм, масло кукурузное, но у меня кукурузного нет, буду оливковое использовать и экстракт ванили. Всё, всё перемешать и мультипекать. Сейчас попробуем, что получится. Тесто мы сделали с вами, оно получилось вообще очень густое, это я ещё добавила немножечко сливок, то есть у меня 100 грамм сливок ушло вместо 50, половину где-то добавила вот этой штуки. Выпекать 5-7 минут. И тут у нас осталось ещё на один, наверное. Девочки, они, я попыталась сейчас, я думаю, что она так вздулась, короче, там сейчас разрыхлитель этот, их так пончики эти поднял, что они... Вообще, короче, очень сильно поднял пончики. Офигеть, я, по-моему, слишком их большие сделала, надо было чуть-чуть ложить, и хватило бы не на одну порцию, а на две вот такие. В принципе, внутри они готовы, я смотрю. Такие прикольненькие. Можно делать хрустященькие. Такие красавцы. Их вообще, мне кажется, можно было бы ещё ложить прям по кругу, вот так, чтобы дырочка была. А я много прям просто сверху ложила, думала, сама дырка пробьёт. Денька, попробуй, пожалуйста. На, попробуй. Ну, кусай. Хрустящая, вкусная? Чего? На ещё и кушай. Вкусная. А что ты говоришь, невкусная и кушаешь? А? На ещё. Невкусная, говорит. Нормально вообще? В ручки на, кушай. Жопка маленькая. Я люблю вот такие вот сгоревшие, подгоревшие. Ещё очень вкусно, девочки, будет вот, знаете, их разрезать вот так напополам и положить туда крем или чём-нибудь смазать таким, знаешь, чтобы они сочненькие были. Прям вообще каев будет. Так неплохо получилось. Вот сейчас добавила мёда и уже намного интереснее и получается. Кто-то спрашивал меня, мои девочки, ем ли я клетчатку. Да, ем. Вот, например, вечер и я беру кефирчик, наливаю вот активе немножко клетчатки, столовую ложку, ну, или две чайные. Перемешиваю всё это сначала. Я могу просто так есть, кстати, вкусненько вообще, без сахара, без ничего, ничего не добавляю. Или вот если мне хочется прям поесть чего-нибудь сладенького такого, знаете, прям вредненького, то я добавляю ещё сюда гранолы. Потому что она тут, ну, как бы, она здесь на мёде, да, но всё равно как бы на ночь лучше вот просто было бы вот эту жижу поесть, но я сделаю, смысл. Вот так вот. Я тем более хочу сейчас фильм досмотреть, Виновный называется. Там вроде бы как игра вообще одного актёра в основном. Вот. Интересный. Пока интересный. Может, кому-то показаться скучновато, но мне любопытно, что будет дальше. Вот я себе такую вкусняшку намутила и пошла кино смотреть. Весь день кайфую. Волосы, голова отдыхает. Я ничего сегодня не делала, никуда не поехала. А в Инстаграме новую рубрику завела. Покажи и, ну, вам надо продолжить. Что вы хотите, чтобы я показала? И я даже столько просьб было разных, что я полезла в архивы свои вообще там искать. Когда Дэнька только родился, его там видео выслал. Ну, в общем, очень много всяких там фигурок, когда у меня самая лучшая там была. В общем, прикольно. Заходите в Инстаграм ко мне. У меня там новые рубрики прикольные. Заходите, подписывайтесь, следите. В основном вся активность в сториз. Ну и посты стараюсь делать. Тиктоки я там пишу, записываю. Представляете? Я тиктоки. Мне нравится. Фух. Доброе утро, мои кошечки. Всех с 8 марта поздравляю. 8 марта у нас сегодня. Ох, опять жалуюсь. Опять жалуюсь. Целых 40 минут, наверное. Да? Сколько сейчас время? 10.30. Где-то в 9.30 мы стали с малым. И я только грею себе кофе. Я целый час знаете, что делала? Да, домашние хлопоты. Вот. Наша женская доля. Пока разложила белье, которое постирала. Потом закинула новую стирку. Убрала в ванне. Все там помыла, помыла зеркало. Немножко. Это не так, чтобы я там, знаете, генерал. Просто я увидела, что надо там еще прибрать. Прибрала. Вытащила посуду из посудомойки. Все. Час времени. Я такая уже думаю. Вот опять такая встала. И что-то это надо сделать, это надо сделать. Туда, там, сям. Потом поднимала голову, час прошел. Думаю, кофе надо попить хотя бы с утра. Так что да. Так что да. Женщина никогда без работы не останется. Так, сегодня мой завтрак. Денька у меня перепелиные яички поел, да? Больше он как-то ничего не ест. Ну, и там свои всякие там фруктошки и так далее. Вот. А я сделала себе вот такой бутерброд. Жалко, что не ест, конечно, авокадо Денька ни в какую. Говорит, на орешек похоже. Нет. В общем, я сделала тосты из хлеба с семечками. Вот такой сливочный сыр у нас будет. Сверху авокадо. Ну, и так, для красоты перепелиные и помидорчик. И вот здесь у меня приправа моя, которая я вам говорила, с лимоном. Она перчик, лимон. Я вот так вот сверху посыпаю. Приправа обалденная. Она придает вообще блюду вкус сразу. Я в покупках лента показывала. Я в ленте покупаю. Больше нигде не видела. Так, ну что, мои хорошие. Пока я смонтировала видосик, поставила на вывод, пока выводится видео, я запустила уже вторую стирку на 90 градусов. Решила постирать все полотенца так, чтобы, знаете, отстирать. Потому что кухонные полотенца, особенно светлые, на них все видно. Пятна вообще. Ну, как бы стираю, стираю. Все равно в пятнах. Все собрала сейчас на 90 градусов с отбеливателем. Все, короче, кинула. Кстати, в Фаберлик пользуюсь. Сейчас посмотрим, как вот все это уберет на 90 градусов. Или уже некоторые полотенца уже прям надо будет... Ну, кипятить я не буду. Ну, выкидывать, значит, что делать. Вот. Что я думаю? Сегодня 8 марта. Настроение хорошее на самом деле. Но не такое, чтобы, знаете, куда-то прям идти, двигаться. Потому что завтра мне надо выдирать зуб. И на самом деле вот это все и портит. Я хочу выспаться. Я сегодня хочу лечь пораньше. Завтра встать. Выспанная обязательно, чтобы ничего вообще меня не тревожило. Завтра в 6.30 встать мало в садик и везти. Соответственно, до этого времени мне надо покушать там. Ну, короче, я настраиваюсь. Спасибо. Вот реально каждое ваше сообщение, кто рассказывает про свой опыт зубного, прям я прям думаю, ой, все хорошо будет, все хорошо. Это как с родами, никто не умирал, да? Вот. И благо, что это длится не 2-3 часа. Это всего лишь там быстро длится. И как бы я справлюсь, я справлюсь, но периодами у меня нахлыновает страх, и я прям не могу совладать с собой. Вчера ночью, например, ложилась спать, не могла прям это, уйди, уйди. Ну, а что делать? Вот страх нагрянул, да? Смелый человек – это не тот, кто не боится. Это тот, кто боится, но делает, да? Я и сделаю, понятное дело. И вот даже, когда я ложусь спать, ощущаю этот страх, он вот здесь где-то в груди, прям, да, вот он прям, вот просто страх, да? Мне страшно, я могу поплакать и говорю себе, ну и что? А что делать? Есть другие варианты, других вариантов нет, а значит, ну да, ну. С этим страхом ложусь спать. Никак не пытаюсь там его убрать, подумать о чем-то другом, потому что ничего не помогает, если уж он захватил меня. Я просто пребываю в этом страхе. И знаете, какое-то время даже что-то в этом есть. Не всегда же мы боимся, очень редко. И вот это чувство страха, энергии этого страха, начинаешь пытаться понять, где этот страх находится, он в твою голову. Вот даже сейчас говорю об этом, да, и вот слез немного, где жалко себе, господи, а! Где этот страх, ну, сейчас я просто начинаю об этом говорить, у меня раз, и адреналинчик чуть-чуть поднялся, да? И я начинаю, где руки, тепло по рукам пошло, в голову пошло, страх сковывает, сковывает, все, да, все такое теплом пошло. Ну, начинаю просто на это обращать внимание, концентрироваться, и как-то растворяется все само собой через время. Мам, не удаляйся. Ну, поглазь его там, и все пройдет. Все, прошло? Так вот, что я думаю, мне надо снять видосик, и вообще, в принципе, хочется быть красивой сегодня. Дай вот так. Ну, одевай носочек, давай. Нет, не получилось. Ты выверни его сначала? Нет, не получилось. Ну, давай я девочкам договорю, и тогда помогу тебе, хорошо? И вот, я решила сейчас, наверное, чуть-чуть накручу передние прядки, накрашусь, сниму для вас видео, и я давно уже хочу купить себе какую-то швабру хорошую. Сегодня сказал об этом мужу, он дал добро. Сказал, иди, бери, выбирай себе на 8 марта швабру, какую ты хочешь. Честно говоря, я хочу швабру какую-нибудь такую, чтобы, знаете, не нужно было руками, я уже говорила об этом, да, где сидела в кафе в прошлом видео. Я хочу вот типа керхер, я посмотрела, там они где-то 15-20 тысяч стоят. В общем, я думаю, может быть, сегодня я выйду в торговый центр, полазлю, посмотрю, что продают, и чтобы я понимала вообще, как оно, дело работает. То есть, если уж я буду платить такие деньги, да, вот брать что-то за такие деньги, то хочется, чтобы была максимальная отдача. Что если вот какие-то пятна, которые шваброй я не могу оттирать, и мне нужно тряпочкой их уже оттирать, я хочу, чтобы эта швабра спокойно с этим справлялась. Чтобы там была какая-то мощная щетка, да, которая все это дело отдирает. Вот, и, наверное, на 8 марта вот такой вот подарок у меня будет. Швабра моей мечты, как говорится, чтобы жизнь в квартире и уборка была проще для меня, как для хозяйки. Ну, я думаю, что это хороший подарок. На самом деле, для хозяек, вот кто дома, вроде бы, да, там, ой, подарок. Вот я сейчас живу, да, и я понимаю, что для меня не колечко золотое лучше. Ну, наверное, потому что у меня уже всего этого доволом, и мне уже как бы, что толку, да, с этого золота. А классно, когда какие-то вот бытовые вещи, да, если там ты стираешь, у тебя стиралка не очень, кайф иметь крутую стиралку, которая там все делает и гладит, и тра-ля-ля-ля-ля. Если тебе подарили на 8 марта, мужчина подарил стиралку или обалденный какой-то пылесос, который твою уборку ежедневную, а без этого никак, да, то есть 90% женщин, мне кажется, убирают самостоятельно дома. И это занимает огромную часть времени. И если ваш мужчина облегчает вам эту работу внутреннюю по дому, да, это, мне кажется, очень круто. Мне кажется, можно это дело просить, да и сам мужчина даже, который там не брезгует какими-то моментами, да, там, попылесосить, может помочь жене, хотя бы на 8 марта, да, да, да сам будет по кайфу ему там, когда обалденный какой-то у него там робот-пылесос там или это, включить им и помочь убрать. Вообще техника это круто, она очень облегчает жизнь, поэтому я за, я хочу, чтобы у меня все здесь роботизировано было, да, и по мне так лучше пусть будет все роботизировано, чем, ну, честно говоря, посторонние люди приходят ко мне в дом. Я вот к этому отношусь так вот как-то, не знаю, не очень комфортно. Я бы хотела, чтобы у меня был человек, который готовит у меня дома и помогает мне с уборкой, возможно, в будущем такое и будет. Он бы и сейчас мог быть, да, это не так дорого стоит на сегодняшний день, но мне очень дискомфортно, вот, чтобы был посторонний человек и убирал мои вещи. Ну, трогал мои вещи, убирал их, там, складывал как-то, да, залазил в мои какие-то эти, ну, понимаете, да, то есть вот, не знаю, мне как-то не по себе от этого становится. Вот, может быть, под это все должно быть устроено, да, сейчас здесь очень много всего моего личного, какие-то тут валяются, тут так я помню, там, что где валяются, да, придет человек новый, да, и он везде прикоснется своей рукой как бы, да. Вот, ну, это надо, может, найти человека, который там, вот, тебе подходит так по энергетике. Короче, я считаю, что это крутой подарок, что я могу пойти и купить себе обалденную какую-нибудь швабру за 20 косарей. Вот, ну, я все равно, как бы, такой человек, мне же не просто дали швабру, на тебе швабру какую дали, какую подарили, нет. Мне нужна швабра с определенными вещами, поэтому я пойду выбирать себе швабру сама, вот. Вот, и я думаю, что я буду счастлива. Денька затих у меня, я такая думаю, что где Денька, прихожу, а он с коробкой идет со спальни, говорит, я подарок маме. Я подарок. Давай, покажи, покажи, что там за подарок. Вот карточки. Кизя, блин, мама складывала носочки. Я принесла носочки из магазина. Из магазина? Это маме подарок, да? Маленькая. Это маме подарок? А ты все носочки, я смотрю, разобрал, да? То есть они у меня сложенные были все, а ты их все разобрал. Деньки. Ты знаешь, что маме подарить зайчик, да? Ты знаешь, что мама любит, да? Да. Давай носочки по парам складывать. Давай? Да. Смотри, я тебе покажу. Берешь вот этот носочек и такой же ищешь носочек еще вот здесь. Давай, ищи. Вот он. Он? Нет, не он, еще другой ищи. Такой носочек ищи. Помогай маме. Вот, смотри, носочки. О, одинаковые носочки? Я нашел носочек. Да, но это не одинаковые. Вот одинаковые носочки. Смотри, Кися, и делай вот так. Смотри, вот так. Смотри, берешь два носочка, смотри. Смотри, показывай один раз, смотри. И вот так. Оп-оп-оп. Вот. Будем так делать? Да. Так, давай еще ищем носочки. Вот носочек. Мама будет складывать носочки, а ты будешь играть. Отличная игра. Я же думаю, что за этих ребенок? Он все носки... Раз этого. Все, мы сложились, Деня. И все носочки, да? Деня носочки на место положит все. Вот это будет настоящий подарок для мамы. Да? Положи. Положи, да. Ты мой помощник, мой сладкий жойка. Чтобы вы понимали, какая беда у меня там творится сейчас, я монтирую видео, и уже у меня пять раз нужно было перезагрузить компьютер, потому что что-то с него слетает. В общем, пока он перезагружается 350-й раз, и я одно и то же монтирую уже раз 300, надоело мне. Я решила, что мы сейчас с вами немножко приведемся в порядок. Уже два часа дня у меня все стирается, тут белье. Так, сначала я смажу увлажняющим кремом лицо. Кстати, часто спрашивают меня, там, о ход, в инстаграме, вот. Вот, все время уж показываю, ничего особенного, девчонки, не люблю я, честно говоря, эти все уходы. Это, знаете, вот так, выделить день, пойти куда-нибудь в салон, и пусть все ухаживают. Это я люблю. Там, лежишь, что-то тебе делают, а вот так, чтобы ты дома, тратила на это время сама. У меня все, у меня какой-то крем стандартный, и когда я крашусь, стандартный, и когда я крашусь, я базу использую, то, что мне кажется важным. Сейчас я накручу волосы, просто сделаю передние прядки буквально, ну, для красоты, потому что нет настроения, честно говоря, там сильно это крутится, там, что-то делать на голове. Просто легкий бум. Использовать для этого я буду вот свою любимую плойку. Дюволь, дюваль, кто как называет, не знаю по-разному. Мне нравится, она, вот здесь мне нравится, что крутится вот эта штука. У нее есть температурный режим, насколько мне нужно, да. Кстати, свои вот эти волосы, которые я сняла, я на 180 могу их тут крутить. На 180 градусов можно их тоже накрутить. Буквально сделаю, впереди сейчас прядки. Уже будет совсем другой ведунчик. Кстати, как-то в видео я показывала вот эту расческу, что она моя любимая, да. И мне начали девчонки очень много, я не знаю, может человек 50 точно уже прислали. Мы видели твою расческу. Вот такая расческа продается там-то. Или эта фирма, вот эта. И так, с такой уверенностью, знаете, что вроде же показала расческу, да. Мне, ну, наверное, пару-тройку человек из 50 прислали действительно эту расческу, которая продается в Магните. Кто-то как-то ее купил в Магните, прям фотографии мне присылали, да, это она. Но остальные 47 присылали мне совершенно другие расчески. Например, например, вот эту. Вот такую расческу присылали. Думали, что это она. Это не она, совершенно другая. Мне ей вообще некомфортно. А! А! Кто сделает это? Разница очевидная. И многие такие вот расчески похожие на мою, но это не они. Похожих очень много. Я уже все перепробовала. Мне нужна именно такая. В Магните, куда я заходила, в несколько магнитах, их там не было. Так, все синеньким горит нагревость. И вот я сейчас покажу, как я быстро делаю красоту на голове. Девчонки, беру так пятки. Я же показывала много раз. Это мой любимый способ укладываться. Быстрая и красота. Два. И три. Пониже чуть-чуть делаем, да? Чтобы оно плавно как бы идет. С кудрой идет и в ровные превращается. Вот так, видите? Плавно-плавно-плавно. И в ровненькие. А здесь зато красиво впереди. Вторую так же. Вот так. Три пряди. Можно выключать уже. Надеюсь, стиралка вас не раздражает. Все. Это дело сейчас на подостынет чуть-чуть. Можно даже распушить вот так. Все сбрызнуть лаком. Вот красота, да? Сейчас накрашиваю все и буду вообще как будто нарядная. И главное, что оно плавно-плавно выходит, смотрите, в ровные волосы. Можно, в принципе, еще пустить вот прядки вот здесь вот, да? Буквально поверху. Вот так, раз. На остывающую плойку уже. Все. Все. Все, плойка будет у нас остывать пока. Лицо кремом смазала. Сейчас пойду еще доделаю видосик и приду уже наносить базу и краситься. Вот. Пять минут. Даже меньше пяти минут. Та-дам! А мы уже в машине. Конечно же, мы сегодня не оставим без цветов нашу бабушку. Да? Нашу маму. Мама Чоли. Сейчас поеду за цветами. Она не знает, я еще не звонила. Я ее уже позвоню непосредственно, когда буду под домом стоять. И попробую ее куда-нибудь пригласить. Но я думаю, что время такое, полпятого я уже иду. Она вряд ли куда-то согласится. Ну, хотя бы цветы получит. Смотрите, девочки, какой... Я сама бумагу выбрала, сама цвет выбрала. Это розочки такие. Они похожи на тюльпанчики. Красивые очень, смотрите. 19 штучек. И ленточку сама выбирала. Красиво. Мне кажется, маме понравится. Очень по-праздничному, да? Класс. Я цветок найдет. Ух ты, мой зайчик. Цветочки. Давай, бабушки, цветочки. Бабушки. Давай. Скажи, поздравить. Цветочки Деня дарит. Пожалуйста. Ой, какой ты молодец. Скажи, с 8 марта. С 8 марта. Спасибо, мой зайчик. Да. Поцелуйки. Соскучился за бабушкой? Да. Да, видишь, хочет скорее вырваться и к тебе. Ну ничего, еще чуть-чуть потерпим. Че, как ты 8 марта отмечаешь там? Я не как, я сериал смотрю. Какой? Экспроприатор. Я полдня Димаша смотрю. Все песни подряд его слушаю. Че-то я на него подсела. Димаш, это кто такой? Димаш Кудайбергенов. Бабушка. Я не знаю такого. Ну это такой вокалист неземной. Да? Я такого в жизни голоса не слышала. Да ты что? Такой талантище это просто. Ну скинь мне там ватсапик, я послушаю. Я не знаю, как мне с интернета ватсап выкинуть. А, ну нет, с компьютера. Это я в телефоне найти. Ну ладно, имя просто скинешь, я сама найду. Хорошо. Все, Данечка, мы поехали по делам. Бабушка домой. Поехали бабушке домой. Капка. Пока-пока, мой зятик. Целуем тебя, любим тебя. Думаю сладко. Пока-папа. Пока-пока. Все. Своему сападу. Давай. Короче, поздравили маму Чолю и поехали в торговый центр. И вот знаете, у меня прям вот чуйка. Вот прям чуйка. На самом деле все из-за этого зуба, он мне все говняет. Все планы, я должна просто настроиться. И не могу расслабиться, на самом деле. Я хочу выспаться, не быть не уставшей. И понимаю, что сейчас, если я поеду в торговый центр, время у нас, девочки, начало 6-го, это я вернусь поздненько. И первым делом мы должны будем не пойти в магазин, посмотреть швабру, которую я хочу, да, а первым делом покушать, потому что мы голодные. Я хочу суши. И с другой стороны, думаю, как прекрасно сейчас включить лучший фильм какой-нибудь, да, где я расслабляюсь, и заказать суши домой. Вот, в общем, сейчас Дэнька погуляет чуть-чуть, наверное, во дворе. Я пока сделаю заказ суши. Вот. И все. И потом мы чуть-чуть погуляем, потому что ветер какой-то непонятный, неприятный. И все, поднимемся домой. И в суши придут. Включу фильмец. Все на расслабончике. Все. Мне просто надо было выйти, вот ощущение, что надо выйти, было точное. А торговый центр было какое-то неточное ощущение. Вот я еду, и прям что-то меня против. Я прям развернулась посреди дороги, поехала обратно. Девочки, ну что вы думаете? Сделаю я заказ роллы своей любимой, пижамочку одела свою любимую. Все, собираюсь лайтово проводить вечер. Мама ж посоветовала вот это вот Димаш Кудайберген послушать его. Ну, я вклюнула, вот эту песню послушаю. Ну, я ж такая включаю, думаю, гляну. Ну, первую песню посмотрела такая, думаю, нифига себе. Послушала «Грешная страсть», по-моему, да? «Грешная страсть». А вторую слушаю «Олимпика», вот. «Олимпика», «Олимпика». Слушайте, это настолько захватывающая, захватывающая, просто захватывающая пять минут песни, в которой ты проживаешь столько всего. Боже мой, это у меня слезы. Кушаю маленький. Как можно быть таким талантливым? Просто какое-то чудо, знаете? Реально. Как он поет, и это даже не столько его диапазон поражает, а сколько... Ну да, диапазон, он действительно имеет место быть. Он нереальный просто, конечно же, как он до кончиков, мне кажется, до кончиков своих ногтей заполнено все вот этой его энергией, этот зал, этот... Это вот он поет. Это в каждом вообще просто, мне кажется, в каждом движении. Просто талантище такое. Я не могу. Я смотрю и думаю, это что за чудо, явление вообще? Волшебное. И так хочется... Знаете, бывает так, что ты смотришь что-то такое чудесное, да, и ты вот обворожен чем-то таким, да, как человек передает все вот это вот, да, как вот эта энергетика, зал, ты погружаешься, он тебя погружает с первых нот в какую-то атмосферу, вот именно, да, очень-очень круто передает. Я не знаю, о чем эта песня, она не в русском языке, но я прочувствовала, мне кажется, все на свете там. И в этот момент я сразу думаю о том, что да, вот я вижу картинку, вот так, и кажется чудо, да, и чудо-человек, который не может там, да, что-то переживать. А потом сразу вспоминаю очень много талантливых людей, которые, да, и есть. Сколько фильмов про них было, да, что они на самом деле внутри очень такую, ну, ну, короче, несчастные, да, бывают, и сразу хочется так много пожелать этому человеку, думаю, что с таким прекрасным голосом, с таким восхищением, миллионы просто, я думаю, миллиарды людей, которые вообще соприкоснулись, да, вот имеют возможность работать с таким человеком, да, рядом вот энергетику эту какую-то получать. Ну, он нереальный, он правда нереальный талантливый чувак. Парень, мальчик, мужчина, я не знаю, что хочется пожелать просто такому чудесному человеку, который умеет это всё делать, хочется пожелать ему какого-то вообще вневременного счастья. Он должен просто со всем этим, что он имеет, он должен быть абсолютно счастливым человеком. Я вообще не хочу даже представлять и думать о том, что его может что-то заставить страдать. Вот. Реально крутой. Кто не слушал, послушайте. Димаш Кудайберген. Я ещё не слушала других его песен. Я только две послушала. И я просто вот так рот открываю. Ой, чудо. Послушала все песни, которые мама посоветовала. Очень. Меня ещё впечатлила Адачо. Но эта песня, она вообще с первой же ноты. У меня всё слёзы, потому что я сама люблю эту песню, и она сама по себе вызывает у меня слёзы. Ой. Знаете, ещё что хочу сказать? Да, я так эмоционально выразилась, и, может быть, кто-то сейчас побежит слушать, тоже интересно будет, и не получит тех самых впечатлений, которые я. Я могу сразу сказать, что если бы кто-то посоветовал мне какого-то танцора, может быть, да, который вот просто чудо, талант и так далее умеет много, что, может быть, у кого-то он вызовет тоже бурные эмоции, потому что человек как-то связан с танцем, да. Я сама связана с вокалом, да, я очень люблю петь, я очень многие трогают меня до глубины души песни, просто, и не важно, там, насколько сильный диапазон у человека, да, а просто своим тембром, своей энергетикой, да, вот человек вкладывает туда душу, и просто только, да, там, первые две ноты, и всё, и я растаяла, я всё, и я сразу представляю, как я это пою, и на себя применяю, и в то же самое время, что чувствует человека, что он вкладывает в этот вот каждый звук, это что-то невероятное, у меня просто с этим связь, поэтому вокал может вот так сильно меня впечатлить, не факт, что он впечатлит так вас, поэтому сразу готовьтесь, да, кто понимает, да, вот вокал, и кто занимался, кто знает, что это такое вообще, да, вот соприкоснулся с этим, насколько это сложно, талантливо, невозможно, да, там, и многое другое, вот, ну, и вообще, насколько впечатлительно, человек тоже играет роль, вот, вот этот момент ещё хотела сказать, мама, спасибо, впечатлению море, ну, что, мои хорошие, суши приехали, открываем, заказала всего наше суши, 61 рублик, заказываю себе ролл румяный, одну уже съела, не удержалась, голодная, и Филадельфия классическая у них, и ролл бэри, это сладенький, и вот это мне обожраться, даже вот эти два обожраться, попозже уже сладенькая буду, короче, сегодня праздник живота, восьмой март, я гуляю, ни о чём не думаю, Танюша приехала, привезла мне цветочки, и в вазу, и в рассаду, ирис, это который белый? Да, это ирис? Ну, по-моему, ирис. На сирень похоже. Нет, это ирис, он тоже в горшке, он тоже в луковичке, его потом в горшок, ну, надо сейчас поставить, короче, в поддончик, ну, в общем, я сама ещё не знаю, я себе купила такой же, только сиреневый, а тебе купила белый. Спасибо, дорогая, с праздничком. Да. Ты куда сейчас? К подружке. Всё, ну давай, давай. С сиренными вкусняшками. Ты чё там, как, я смотрю, где космос, сняла? А, да, сняла космос. Настроение получше? Ну, полегче голове стало. Я так и думала, что всё дело в космосе, честно, я тоже была, представляю, когда раздражали меня чуть-чуть. Тяжечь всё время, вот это тянет тебя, грудь этот, я хотела себе такие сделать, но потом... Четвёртая пачка лишняя была. Я тебе говорила, да, что посмотрим на тебя, когда ты снимешь, и подумаю, делать или не делать, нет. Пока не буду делать. Пока не буду. Но хочу, но может быть, вот сколько ты, недели проходила с ними? Недели где-то, да. Неделю, да. Ну, неделю. И на какой день ты поняла вот этот вот негатив? Да на последний день. Четвёртая пачка лишняя была. И потому что ещё к зубному мне надо, и меня вот это всё накаляло. Потому что я... Может, ты их постираешь? Я попробую на три дня. Они вообще-то чистые. А их не надо стирать? Нет, но лучше подобрать под цвет волос, вот я сейчас поняла. А чего, если милирование такое? Нет, будет некрасиво, как первый раз у меня. Мне не нравилось. Без чёрных моих не нравилось. Так, смотрите, что Танюша в итоге тут принесла в пакетике нам. Вот такой цветок. Он очень-очень сильно пахнет. Мне кажется, в доме прям его держать нельзя. Наверное, он будет на балконе у меня. И вот такая вот красота. Смотрите, какие красивые. Таня даёт ещё один шанс. У меня половина цветов завяли, маленькие, которые были, потому что я их все сбрызнула от мошек. Сбрызнула их специальным средством прямо на растения. Надо было, наверное, брызгать только в почву. Вот. Ну, в общем, она говорит, вот тебе ещё шанс вырастить цветы. Ну, честно говоря, они всегда у меня цветы вяли. Только самые живучие у меня остаются, самые сильные. А слабенькие, которые прихотливые очень, им сложно в моих условиях выжить. Вот. Ну, и цветочки. Сейчас Деньку кладу спать. Вот. Завтра уже буду разбираться с цветами, со всеми делами. Пока пусть стоит. Всё, девочки, пошла Денечку укладывать спать. В общем, вот так прошёл мой праздник, 8 марта. Всё нормально, всё хорошо. Я не настроена была, правда, из-за этого зуба. Вот реально, из-за этого зуба. Я не настроена была вообще ничего отмечать. Всё под контролем у меня должно быть сегодня, да. И вот прям всё. Сейчас 10 часов мы ложимся спать. Я с Денькой тоже ложусь спать. Ничего не буду делать. Вот. Завтра утром встану, отведу его в садик и уже буду готовиться. Этот влог я заканчиваю 8 марта. И как я сняла волосы, я думаю, достаточно на этот влог сабусти, да. И моё вырывание зуба я, естественно, вас беру с собой. Все мои переживания, как я этот день, вообще этот момент переживу, я вам во всех подробностях расскажу. Вы уже сами, наверное, ждёте, не дождётесь, когда мне его вырут, чтобы я уже замолчала про этот зуб. Ну, в общем-то, никто от этого не застрахован, и, возможно, это тоже кого-то коснётся. Возможно, мой опыт тоже будет кому-то полезен. Вот. Я вас люблю, ещё раз поздравляю с праздником. Хочу, чтобы в этот день и во все дни вообще вас окружало всегда внимание, столько, сколько вам нужно, чтобы ваши ожидания всегда оправдывались от ваших любимых и от ваших близких в целом, да, все ваши желания исполнялись, которые несут что-то доброе в мир, пусть всё исполняется на благо всех. Вот. И всё. Спокойной ночи. Всем пока-пока. Субтитры сделал DimaTorzok